Социальные пособия сегодня одна из основных форм помощи гражданам. Официально это регулярные или единовременные выплаты из бюджета. То есть некие пособия для тех, кто временно оказался в стесненных обстоятельствах. Другими словами, социальный контракт. В нашем регионе он появился в 2015 году. В рамках этого контракта семья либо гражданин получает определенные денежные средства, но берет на себя обязательство выполнить активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации. То есть социальный контракт позволяет не только поддержать человека в период трудной жизненной ситуации, но также и преодолеть причины бедности в перспективе. Социальный контракт – это инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи или гражданина на период выплаты, но и преодолеть причину бедности в перспективе. Варианты бывают разные. Это и ведение подсобного хозяйства, и предпринимательская деятельность, а также поиск работы. Для поддержания предпринимателей правительством была разработана специальная программа – субсидированный найм. Программа субсидирования найма была поддержана правительством Российской Федерации. Эта программа предусматривает субсидию работодателям за найм безработных лиц. Это зафиксировано в 362-м постановлении правительства, где предусматривается выплата работодателям субсидий из Фонда социального страхования. По условиям программы работодателю необходимо подать заявление через портал «Работа в России» с указанием вакансий. Центр занятости подберет подходящего кандидата и организует собеседование. Если обе стороны все устраивает, то работодатель получает субсидию в размере трех мрот – около 45 тысяч рублей на выплату заработной платы работнику. Впрочем, более подробно с указанием конкретных примеров по темам социального контракта и субсидированного найма смотрите в наших следующих материалах. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».